Приветствую вас. Смотрите, какая здесь история. Вы говорите о том, что есть вещи, которые вас беспокоят, есть что-то, что вас болит, и вы говорите о том, чтобы на это что-то, на то, что вас болит, не обращать внимания. Честно говоря, правительство несколько негуманно по отношению к вам. Не знаю, как бы я согласен, не согласен с этим, но мне кажется, что правительство несколько негуманно. Потому что, ну, это то же самое, как, вот у меня что-то болит, да, я не знаю, не обращаюсь за помощью, к примеру. У меня что-то болит, а я, значит, вместо того, чтобы обращаться за помощью, да, там, грубо говоря, пытаюсь на это, ну, не обращать внимания. Вот. То есть, ну, куда меня это прибьет, на мой взгляд, вполне очевидно. Вот. Поэтому, честно говоря, это убежать. Убежать, спрятаться. Ну, на мой взгляд, убежать, спрятаться не получится, потому что, если у вас что-то болит, да, если вас что-то беспокоит, то, значит, это важно. Вот. То, что болит и то, что беспокоит. И уходить от этого, от этого было бы самобаном. Вот. Было бы некоторые иллюзии. Такая штука. Поэтому мне бы хотелось, конечно, чтобы вы больше смотрели именно в сторону того, такая вот, что у меня болит. Вообще. Вообще. Понимаете? Чтобы вы смотрели больше в сторону того, что меня беспокоит вообще. Нет. Негатив детские травмы. Это то, что, в принципе, прорабатывается. Ссороисность мужем – это следствие, в том числе, детских травм, да. Но, в то же время, это следствие, например, вашего, с одной стороны, страха близости, да. То есть, сдерживание своих эмоций, чувств, время, время. С другой стороны, их последующих обязательной компенсации. То есть, ну, когда вы пытаетесь, ну, компенсировать, вот, что-то, да. И, соответственно, рождается конфликт, рождается ссора. Вот. Было бы странно, если бы не рождался конфликт, не рождалась ссора. Ну, в этой вот ситуации, в таких условиях. Вот. Поэтому, я бы сказал, что, тут нужно не учиться убегать от негатива, а наоборот, смотреть на него. Смотреть на то, что значит для вас учиться. Учиться говорить об этом негативе. Вот. Вот. Проживать его. Возможно. И тогда ситуация будет для вас гораздо лучше. Вы получите больше возможностей для себя. Да. Быть собой. Вот. Сейчас такой возможностей, мне кажется, вы не имеете. Вот. Касается денег, то, безусловно, у меня всякого вообще сомнения. Деньги, деньги нужны. Вот. Вот. Но важный нюанс в том, что для вас деньги – это, как мне кажется, следствие попытки получить что-то, компенсировать что-то. Вот. А деньги – это ведь не самое главное. Это важный элемент, но не главное. Главное – то, что мы понимаем. Главное, чтобы тоже мы понимаем, что на силы края, чтобы наслаждались тем, что делали. Вот. Или хотя бы, чтобы у вас была некая альтернатива, скажем так. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, вот этой альтернативы сейчас у вас, по сути-то, и нет. Вот. И это довольно, довольно серьезная проблематика для вас. Как мне кажется, конечно же. Вот. Я могу, естественно, ошибаться могу. Естественным образом быть неправ здесь. Вот. Но мне видится так. Мне видится так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь на мой ответ. Вот. Одновная мысль, которую я бы хотел. Благодаря, да, это что меня вот задевает. Да? Как я обращаюсь с тем, что меня задевает. То есть, что я делаю с этим. Я скрываю, я делюсь, я плачу. Как вы с этим обращаетесь? Это, на мой взгляд, очень важный момент. Вот. Потому что, от этого зависит от того, как устроена организованная ваша жизнь. Вполне может быть такая история. Вполне может быть такая ситуация, что вы не совсем знакомы со своей жизнью. Что вы не вполне понимаете, что происходит в вашей жизни. Вот. И задача психолога как раз в этом помочь вам забраться. Такая вот история. На мой взгляд, в формате работы с вами и вашим, например, мужем. Да? Если он осознает, что есть определенная проблема, да? Ну, если он осознает, что есть определенная. Ну, если он осознает, что есть определенная трудность, да? Между вам, например. И если он так же понимает, что есть определенная проблема. Ну, начинять имеет смысл. С вас. Вот. Потому что вам нужно разобраться в себе. Вам нужно, как мне кажется, лучше себя узнать. Вот. Увидеть свой ресурс, свою энергию. Вот. А негатив? Ну, система негатив проявляется. Генерируется. Правильно. 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 Буду сказать с того, что человек, как бы, вот, игнорирует свои ресурсы. И, в общем-то целом, пытается быть как кем-то, кем он не является. Вот. И... По сути, что происходит. Он, по сути, буксует. Ну, понятно, что из этой буксовки ничего хорошего не происходит. Никогда. В принципе. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.